всем привет давненько меня не было на моем же канале вот сегодня выходной день праздник был здесь в зигбурге соседний город в общем решил вам заснять немножко ввести вас курс дело рассказать где что я 21 февраля я нахожусь в германии видео о том как я сюда прилетел я выложил с небольшим опозданием конечно недельки через две наверно вы знаете сразу начну с того что по прилету сюда германию то есть я же не могу отлеживаться очередные три месяца на диване нужно как-то финансировать себя да все свои расходы и поэтому я сразу занялся поисками работы и работая нашел предложение было несколько но знаете у меня такая работа должна была быть я просто хотел чтобы она была физически такая знаете я готов был даже на стройку пойти спрашивал ребят но оплата такая знаете в одном месте где 12 предложили 12 считаю это мало для такой физической работы в стены ломать нужно было в общем мы ломаем они сказали да и вторая проблема у меня знаете это у меня нет автомобиля то есть у меня есть автомобиль у родителей есть автомобиль у брата но они все рабочие люди поэтому автомобиль им нужен самим да и в общем я искал знаете чтоб так добираться можно было достаточно просто ну и сразу же перейдем к делу в общем в городе у нас построили не знаю не так давно amazon у нас открылся лагерь и как-то увидел в объявлении посылка amazon не посылка развозить посылки в амазоне думаю дайка напишу и написал сразу там нельзя буквально через два-три дня я уже был назначен на такой подготовительный курс от амазона он кстати оплачивается два дня по 8 часов примерно два полных дня скажем так ведь фотоаппарат за скорость 50 здесь да и как бы ну думаю пойду думаю посылки по этажам бегать думаю быстро похудею знаете и вот и за это время которое не работаю так сказать очень много лишнего веса набрал особенно зимой это очень быстро мне удается набрать вес то есть моем максимальном случае это было сто шесть и девять килограмм но округлим до 70 до ста семи в минимальном случае я скидывал до девяносто трех с половиной килограмм да но видите так как я не постоянно задействуя на человек в рабочем смысле намного так сказать вот считайте я простила практически два месяца там в америке миннесота штат холодный то есть вы там на улице так сказать не пойдете гулять когда захотите если на улице минус 25 да и вот так вот устроился на работу работаю уже наверно до месяца отработал даже одну зарплату получил за две недели да и я вам много не буду на рассказывать про amazon про доставку в общем работа такая знаете каждому не будешь советовать потому что как сказать работа такая очень очень интенсивная то есть работа в которой не можете себе позволить делать ошибок то есть я на этом уже убедился в этом убедился то есть короче как бы вам рассказать в общем в амазоне amazon сам не развозит посылки они предоставляют автомобиля например и там субкомпании по немецки если до 5 таких и говорят что зайдет шестая некоторым компаниям дает amazon свои машины некоторые компании приходится своими автомобилями этого как правило такие вены или мини микроавтобусы моем же случае я езжу на спринтере на электрическом но зависимости от того какой у меня тур если он чуть подальше то я езжу на дизельном и так таким образом у меня два ключа получается всегда в кармане один от дизельного автомобиля один от электрической электрический автомобиль проезжает максимально 130 километров если я здесь в радиусе наших городков тут не доказать розов зигбург кольн еще можно как только я на другую сторону рейна переезжают например слин все мне уже электро привода не хватает зарядки в общем был такой случай что они то есть хозяева спешеры хозяева они видят какого у тебя зарядка на данный момент они мне позвонили где-то сколько у тебя показывает на 32 километра и они в общем отправил человек который пригнал не дизельный автомобиль просто поменялись ему электрический забрал и угнал его поставил на зарядку на машина конечно домой ездить нельзя именно моей компании потому что основная часть электроавтомобили и они конечно должны стоять ночной зарядки но и дизельных автомобилей тоже это касается некоторые компании то есть люди уезжают на этих автомобилях домой я опять же я искал работу знать что было мне очень близко и этот amazon лагерь находится в нашем городе на краю города между кольном и тройзов и у меня время такое знать я начинаю я выезжаю из дома где-то в 10 30 утра это получается после обеденная смена шпич по-немецки каждый день и если у кого-то есть семья эта работа вообще никак не подходит когда вы свою семью точно видеть не будете по деньгам давайте вам расскажу если кому-то интересно в общем зарплата варьируется от 1700 до 2300 евро чистыми это зависимости от того сколько вы будете туров делать то есть бывают такие моменты когда мне просто блин как он за полосу заехал на porsche такие моменты когда мне говорят да сегодня у нас для тебя тура нет ты остаешься дома естественно в этот день ты деньги не зарабатываешь да и времени знаете когда работаешь в такое время времени нет записывать видео какие-то да что касается интенсивности работы да в общем допустим я вам расскажу до 170 остановок вам надо сделать стопов и на эти 170 стопов у вас допустим может быть 269 посылок это могут быть как маленькие коробочки как большие коробки самую большую которую я у себя имел коробку она была 27 килограмм это пока самое тяжелое было основная мапа масса это такие чуть не сказал по-немецки мапы мапы такая как папочка такой конверт вздутый скажем так да такой плотный он больше чем конверт но меньше чем коробочка да сами по себе посылки они не не тяжелые то есть в этом плане ничего тяжелого нет а и вот так вот я посчитал знаете если взять восемь с половиной часов мы работаем с 9 часов рабочий день полчаса из них это пауза и эту паузу через шесть часов спина он просто отключается самая польза через шесть часов если вы сами не сделали паузу эти полчаса вы ничего делать не можете сканер вам не дает никакой информации у вас нет доступа к вашему туру ни к посылкам ни к адресам ни к чему поэтому так сказать пауза принудительная да и через девять часов самое позднее сканер отключается и все что вы не развезли можете вести обратно в лагерь вот так вот все выглядит да что касается что касается сейчас скажу сбил меня дядя столков я поворот не включил просто да 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 я в общем взял вот эти 170 остановок до стопов и взял но восемь с половиной часов нужно разделить на 170 стопов и у вас выходит там что-то в районе 3-4 минуты до на одну доставку знаете это бывает так бывает вы за 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 30 секунд доставить конверта бывает вам понадобится полчаса если это какое-то офисное здание где нужно зарегистрироваться название фирмы номер автомобиля и так далее все не так просто на территорию какого-то предприятия если заезжаете до работа вашему не знаю в 10 минутах не смогу объяснить такая очень интенсивная и есть люди которым нравится да есть люди которые справляются не за восемь с половиной часов а за пять шесть часов с этим количеством посылок но здесь нужно особая тактика видать нужен опыт просто так с первого дня у вас это точно не получится это в принципе коротко все об этом потом расскажу может быть поподробнее